Мы идем на второй этаж. Там остатки стройматериалов и всякие разные вещи. Что мы там ищем, Степан? Мамино свадебное платье. Самое главное, не наступить на люк и не провалиться. Да, на люк. Семоданы были здесь. Вот они, смоданы. А вот концертная платья. Нашлось? Нашлось. Осторожно. Начинаю петь с раданья. Да про любовь, про свиданья. Ох, 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 ой. Э, ха-ха-ха. Да про любовь, про свиданья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Михаил, а как Вы познакомились с Дмилой? Да, были мы студентами на «Картошке», там и познакомились. Ну, мы поступили вместе в Институт культуры и поехали на «Картошку». Там мы сели в автобус. Он сел рядом со мной. Ну, а потом, я даже его вроде как, ну, подружились. У нас была компания, мы пели песни. Вот. А потом он начал за мной ухаживать. Мне девчонка говорит, о, так он же вроде тебя влюбился. Говорит, да ерунда какая-то. Да, невест было много, но она была одна. Вот и предложил жениться. Встал на дно колена, бросил кепку и предложил руку и сердце. Маш, твой костюм-то здесь. Одевайтесь. Чего Вы не оделись? Уже все оделись, а Вы не оделись. Все, получается, на Остра похож, да, Витя? Да, но был он похож на дядю Колю. И отец расстраивался. Это брат мамин. А, на Колю Тоншин надо. Да, на Колю Тоншин. Да, да, да. Но по голосу я до сих пор на него похож. Да, когда они поют, прям в стерео получается. Ну, теперь ты уже стал похож. Да. Там остались видео, где он поет в Воронежском хоре. Я смотрю, прям в интернете полно этих видео. И видно прямо его в этом Воронежском хоре. Как раз там самые съемки были многочисленные. В Москве приезжали они. В общем, на такой съезд там приезжали. На 20-й? На 19-й конференцию. На конференцию партийную приезжали. Да, стало уже похоже на отца сильно. И вот прямо в Воронежском хоре, вот прямо настоящий Степа как будто бы поет. Я глядела, я глядела, я глядела, я глядела. Очень часто, если вот один, допустим, ведет партию, второй подхватывает, помогает, и все становится только лучше. Михаил Иванович, у него просто абсолютный слух. Он чувствует малейшую фальшь. Очень часто там нас ругает. Людмила Игоревна тоже чувствует любую фальшь, но она ругает. Вообще не ругает. То есть очень мягко так, мягко направляет. Михаил Иванович не терпит. А Людмила Игоревна очень мягкий человек, очень чуткий человек, душевный. Ну, стало прилично. Степан, ну как родительский дом? Шикарно, шикарно. Ну, тут все лето была стройка. Тут были стройматериалы, тут был пенопласт. Здесь была вагонка, здесь был сайдинг. Здесь были железяки, все было завалено вообще. Вид из окна вот здесь очень красивый. Прекрасный, только окна заляпнула. Это еще пока не доделали. Не доделали, но ничего. Я помню мамину шубу. Она чувствовалась такая мягенькая. И когда она приходила, я ее просил всегда, чтобы она приходила в той серой шубе. Я обнимал, и было очень мягкое тепло. Летела пуля через гору, да и разорвала рочь казаку. Да я разорвала рочь казаку. Так, вот чай. Вот чай. Вот. Чай. Свадебная. Да? Ну, свадебная, да. Ну, там внизу. Белая. Да, белая. Слатья белая. А, каркады. Красные каркады. А ты вместе что-то покушать? Покушать? А вообще, каково в творческой семье вы расти? Да хорошо. Мне все нравилось. Вообще. Было какое-то ощущение, что это не похоже на какие-то другие семьи? Ну, пожалуй, да. Да? Ну, пожалуй, да. Но мне это даже нравилось. Так, вот картошка, пожалуйста. Маш, картошку. Картошку. А это кутия. У нас вчера были похороны папы. Игоря Николаевича. А, Маш, возьми кутия. Лучше рукой. Но вы все равно не отменили репетицию, да? Нет. Ну как, у нас же договорено уже все было. Вроде как. Лучше рукой, да. Когда у меня была мама, умерла в тот день, когда мама умерла, тогда у меня был концерт. Так получилось. Мне говорят, вот, может, отменить. Я говорю, нет. Нас ждут. Приворачивай, ребята, ко крутому бережку. Ой, Калина, ой, Малина, черная смородина. Ой, Калина, ой, Малина, черная смородина. Ты дозволь, дозволь, хозяин, в Новогоринку войти. Ой, Калина, ой, Малина, черная смородина. Ой, Калина, ой, Малина, черная смородина. Отлично. Плакальщик. А вы никогда не жалели, что встали на этот путь? Выбрали вот эту профессию. Вот все порассуждаете как-то, что Люда, Михаил. Вот Степан, он оказался обречен, да, встать на этот путь, потому что он с этим вырос, да? Ну, да нет, не обречен. Это отчасти был и мой выбор тоже, иначе как. Ну, получилось то, что я сначала занималась в музыкальной школе, играла на скрипке. Вот, и когда, значит, пожалуйста, кто-то там, он эмоционально играет, он вот так вот играет, играет, играет. Думаю, это притворяется, это нельзя притворяться, это нехорошо. И перешла я на дирижерское хоровое. Вот там мне стало уже веселее. Там уже совсем другое дело. Но когда я услышала, как поет фольклор, я уже забыла про свое дирижерское хоровое пение. И я решила, что буду я лучше народные песни петь, потому что народные песни, там все по-настоящему. У меня была одна мать же, и я, и все, вот и вся семья. Но мать, она была певунья. Ну, я в этом жил, там бабки рядом пели, все пели, вся улица у нас пела. Я не знаю, такого дня, чтобы там не пели, ну, в те времена, когда я еще был молодой. Они вечером на лавочке соберутся и поют, и поют, и поют. Что-то мы разговаривали о многоголосии. И вот идем там по лугу, и там уже, а там уже там рядом поют. А мне мой друг говорит, вот слушай, как бабки поют. Вот это да. А то, что битвус там, все это, все, я говорю, ерунда. Вот слушай, как бабки поют, вот слушай. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Миша, смотри, ты узнаешь, я была такая. Ну, как вчера-то было. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Миша, смотри, я была такая.